В Алматинской области возмущены учителя. В Астане изобретатели выставили за двери арендованного помещения. Об этом не только расскажем сегодня. Это программа «Народный контроль». С вами Камиль Галиев. Здравствуйте. По традиции, непридуманные истории казахстанцев. Запах краски, пыль, шум молотков и дрелей не дает учителям Алматинской области сосредоточиться на совершенствовании своих знаний. Оказалось, в здании, где проходят курсы по повышению квалификации, до сих пор идут строительные работы. Возмущенные нечеловеческими условиями, 300 преподавателей не согласны работать в таких условиях. Наши корреспонденты выслушали все претензии учителей. Первый день, когда мы пришли, нам сказали, что все это будет, не беспокойтесь, но этого не было. Чтобы попасть в учебные кабинеты на втором этаже, слушателям курсов нужно пройти через первый, покрытый слоем пыли, забитый строительными лесами и пластиковыми трубами. Министерство приходили, все устраняют, делают, сказали, помогут. Вот, надеемся. Руководитель курсов Наталья Дортман оправдывается. Говорит, их компания отвечает за организацию учебного процесса, а никак не за условия. Мы являемся участниками консорциума. Консорциум выиграл тендер, и мы организуем учебный процесс. То есть мы предоставляем преподавательский, тренерский состав, обеспечиваем учебной литературой, материалом и занимаемся повышением квалификации преподавателей так, чтобы они получили международный сертификат. Сертификаты учителя получат лишь в том случае, если пройдут тестирование, которое им предстоит после завершения курсов. А до этого срока педагоги будут обучаться и жить здесь до 10 месяцев. Но на что снимать квартиры и питаться, задается вопросом учителя английского. Компенсация, которая им определили, оказалась просто мизерной. В первый день же, в обед, нам вывесили таблицы, где написано было, какие города будут им оплачивать 82 и в каких 45. С Алматинской области мы 45 нам не хватит. Жилье очень дорогое. На жилье 75-80 даже. А в воскресенье уже ночью, когда мы звонили, уже 150-180 заряжают. Это однокомнатная. Ну, мы возмущены. На курсы некоторые педагоги вынуждены приехать с маленькими детьми. Говорят, не с кем оставить. У некоторых есть кому смотреть, у некоторых нету. Вот с детьми мы приехали. Кому и сколько положено денег, организаторы не знают. Говорят, этот вопрос не их компетенции. В рамках данного договора мы не уполномочены устанавливать и выплачивать никакие компенсации слушателям курсов. Мы связались с представителями управления образования Алматинской области, чтобы выяснить, как будет решаться проблема. Нас там уверили, что педагогам, которые приехали с семьями, найдут комнаты для временного проживания. Правда, решить проблему с компенсацией местные чиновники не могут. Говорят, этот вопрос решался на республиканском уровне. Министерство образования проводит тендер. По тендеру, кто выигрывает, они начинают обучение учителей. Мы, управление образованием, в этом процессе не участвуем. И размеры стипендий, компенсации не устанавливаем. Как отметили в управлении образования, возмущений среди педагогов по поводу выплат никогда не было. То есть с 2012 года, с момента запуска курсов, учителя были всем довольны. Поэтому чиновники от образования области, мягко говоря, шокированы реакцией учителей. Когда узнали, что компенсация не составляет такую сумму, которую они ждали, началось такое волнение. Кто определяет размер компенсации учителям английского языка и педагогам-предметникам во время курсов повышения квалификации? С этим вопросом корреспонденты народного контроля обратились в Министерство образования и науки. Там, в интервью, нам почему-то отказали, пояснив лишь по телефону, что размер компенсации основывается на статданных, согласно которым педагогам Астаны, Алматы, Атарау и Актау выплачивает по 85 тысяч тенге, потому что жизнь там дороже по сравнению с остальными областными центрами. В других городах педагоги получают 45 тысяч тенге. Средства будут поступать на счета преподавателей ежемесячно до окончания курса. Указали на дверь. В Астане изобретатели и конструкторов буквально выставили на улицу из арендованного помещения. Да еще и предъявили огромный счет. Новаторам Один Аженебек поведала Талгату Байгужинову свою шокирующую историю. Для руководителя конструкторского бюрома Один Аженебек приглашение на работу в столицу Казахстана оказалось отличной возможностью дальнейшего развития. После победы в конкурсе инноваций в Алматы реализовывать проект вся команда приехала в Астану. Изначально помещение им предоставлялось бесплатно, но даже когда проект завершился, решили остаться. Бесплатно нас больше не предоставлять, но мы оставались в своих этих кабинетах, и мы добились того, что мы будем оплачивать только лишь мой кабинет, который с бухгалтером сидим, это 9 квадратов, и те, которые ребята сидят, главный конструктор и электронщики сидят в другом кабинете напротив, где-то 12-18 квадратов. Но мы не должны оплачивать ни за коридор, ни за это. Действительно, это был подписан такой договор, но... Именно это самое «но», возникшее после отработанного государственного гранта, и смутило молодых ученых. Аренда вдруг выросла на 1 миллион тенге. При этом смету оплаты внесли и использование части общего коридора. Мадин и Женебек оставалось только согласиться на условия. Но через некоторое время хрупкую женщину ждал еще один неприятный сюрприз. Пришел комендант какой-то вот такой здоровый спортивный план мужчина и говорит, или вы сейчас выселитесь, или я приведу милицию и вас всех отсюда выгоню. Я говорю, а в чем причина? Почему вы зашли в мой кабинет без моего разрешения? Они зашли, все где-то и начали, говорят, мы сейчас мебель будем сюда вытаскивать. Я говорю, у меня никого нету, кто может. Ребята все сейчас без содержания ушли. Я одна здесь осталась. Как вы можете такое сделать? Они говорят, вот мы сейчас выставляем. Они начали выставлять мебель мою, гетто, и говорят, ой, у вас хорошее кресло, у вас то, 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 и начали. Я, естественно, как бы испугалась. Вот поэтому уйти молча не получилось. Просто Мадина Женебек не ожидала, что ее, мягко говоря, попросят. Так часто бываю в Акимате. Могли бы пригласить, поговорить, сказали, Мадин Женебек, вот этот кабинет нам очень важен. Вы, пожалуйста, ее освободите. Мы дадим вам какое-то аналогичное что-то, да. Могли бы предложить. Столько офисных помещений пустует в Астане. Почему именно ориентируется на мой кабинет, я не поняла. Шокированная женщина утверждает, что представители хозяйственного управления Астаны напоследок вручили ей бумагу. В документе с ее слов черным по белому написано, что арендованный ею кабинет продан Акимату от Ираусской области. Женщина недоумевает, но и решить проблему не может. При этом договор аренды не расторгнут. Работники ютятся в одном крошечном кабинете. В том, где сидели раньше, тем временем вовсю идет ремонт. По словам Мадины Женебек, она до сих пор испытывает давление со стороны Хозу Астаны. На прошлой неделе опять ко мне в кабинет зашли. Я прихожу на работу, там двое мужчин. Я говорю, что вы делаете? У меня же высокие технологии. Здесь у меня каждая штучка дорого стоит. Он говорит, а мы опрыскиванием занимаемся. Я говорю, вы могли бы позвонить, сказать, мы сегодня будем опрыскивать, пожалуйста, откройте кабинет. Как вы могли без предупреждения заходить? И это частое явление. Как такое могло произойти? И является ли врученной нашей героине постановление без подписи градоначальника действительным? С этим вопросом мои коллеги обратились в Акимат Астаны. Мы ждем официальных комментариев. Чем разрешится эта ситуация, расскажем уже в следующих выпусках нашей программы. Вторую неделю жители Атрау вынуждены дышать удушливым, неприятным запахом. Эта проблема стала самой обсуждаемой в социальных сетях. Горожане в своих бедах обвиняют одно из нефтеперерабатывающих предприятий. Там же, естественно, свою причастность к зловониям отрицают. В ситуации разбирались мои коллеги. Едкий запах нефтепродуктов уже полмесяца стоит во всех городских микрорайонах. Особенно сильно удушливое зловоние чувствуется под утро, говорят местные жители. У меня никогда в жизни не было аллергии. Буквально неделю назад открылась аллергия. Глаза красные, сносы течет, непонятно, что происходит. На работе у нас всех, у девочек, у всех аллергия. Мы уже устали работать только на аптеку, покупаем эти лекарства. Мне не жалко себя, мне жалко детей наших. Вот Амирлан, например, не спит уже неделю. У него аллергия, весь нос и глаза, воспаление уже. К делу уже подключились экологи и прокуратура. Но с мертвой дочки так ничего и не сдвинулось. Хотя надзорный орган уже наведывался с проверкой на этот самый завод. Сами экологи на вопрос, кто же портит воздух, однозначного ответа дать не могут. Проблема в том, что у них нет своих газоанализаторных станций для оценки состояния воздуха. Помочь могли бы разработки одной из иностранных компаний. В городе их 20. Но они, как выяснилось, не работают. Программное обеспечение пострадало. Восстановить его пока не удается. Горожане решили взять дело в свои руки. Деньги на покупку новых аппаратов от Ираусы уже начали собирать в соцсетях. Это достаточно простой прибор, зарегистрированный в Казахстане. Его стоимость примерно 8 тысяч евро. Имея такой прибор, мы можем создать независимую народную группу по мониторингу нашего воздуха. Все же недавно экологи сделали замеры на предприятии, которые горожане обвиняют во вредных выбросах. Разослали в местные СМИ, приострились. В документе говорится, превышение вредных выбросов в атмосферу не зафиксировали. Но вот почему-то сказать то же самое на телекамеру они пока отказываются. К сожалению, от Ираусы и не единственные, кто страдает от зловония. Напомню, с такой же проблемой ранее столкнулись и жители Ак-Тубе. Там также не могут найти источник неприятного запаха. Городские власти привлекли даже иностранных экспертов и все еще ждут результатов экспертизы. Мы уже рассказывали историю Бауржана Ак-Нур-Кульжинова. Из-за несоблюдения ремонтной кампании правил техники безопасности парень стал инвалидом. И теперь на восстановление здоровья ему требуются деньги. По решению суда компания, которая виновна в трагедии, должна выплатить ему компенсацию. Этой суммы хватило бы на дорогостоящую операцию, но решение суда не исполнено. Помощи парень так и не дождался. Почему так происходит? За комментариями мы обратились в Алматинский район и суд города Астаны, где и рассматривалось дело. И вот какой ответ мы получили от служителей ФИНИДы. Исполнением судебных решений занимаются судебные исполнители. Есть судебные исполнители, которые находятся при департаменте христиции. Это территориальные органы судебных исполнителей. Также есть частные судебные исполнители, которые непосредственно занимаются исполнением судебных решений. Они к кому относятся? Значит, частные судебные исполнители относятся к региональной палате частных судебных исполнителей. То есть вы не берете спрос, да? Почему не исполняете? На каком оно стадии? Фактически мы не вмешиваемся в ход исполнения. А я напоминаю, если вам есть что рассказать, то мы ждем ваши видео на мобильный мессенджер нашей программы по номеру 777-890-6690. Ждем также ваших историй на электронный адрес, либо в социальных сетях. Обращайтесь, поможем. С вами была команда Народного контроля. Встретимся с вами уже очень скоро и, как обычно, на телеканале Хабар. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин